Богатый мужчина Шансы охотниц растут с каждым годом. В России за прошедший год число миллионеров выросло с 80 до 84 тысяч. Я таких знаю где-то, сейчас скажу, наверное, где-то 7 девушек из тех, кто очень настойчиво пытался достичь своей цели. Я их видел неоднократно на самых разных программах. Вот. И они все-таки добились своего. Через некоторое время я вдруг вижу, что эта девушка уже выходит из того автомобиля с этим мужчиной. Вот. Я видел, когда она его там, скажем, поймала на крючок. Золотые женихи – топ-менеджеры нефтяных, газовых и металлургических компаний, подросшие сыновья бизнес-элиты. Среди самых желанных холостяков России – успешные спортсмены. Марат Сафин, Дмитрий Сычев, Павел Буре. То, что девушка хочет выйти замуж, это совершенно нормально. Другой вопрос, что не все мужчины хотят сразу жениться. Это может быть тоже нормально для нашей страны, понимаете. Со мной, наверное, уже не сват, потому что уже все поняли, что пока я сам жениться не захочу, здесь бесполезно. Это уже, как само собой, человек, за которым охота идет давно. И я знаю, как минимум, наверное, в Москве около десятка девушек, которые поставили своей целью получить, по крайней мере, в женихи Павла Буре. У богатого человека нет времени выбирать себе жену. Он клюнет на ту, которая сама себя с ним познакомит. Охотницы следуют за своими жертвами по пятам. Главные места охоты – автосалоны, рестораны, дорогие бутики, официальные приемы. Способ знакомства номер один – светские вечеринки. Охотницы на миллионеров – это длинноногие красавицы из модельных агентств. Свою молодость и красоту они стремятся обратить в капитал. Девушки охотятся поодиночке. При себе снаряжение, мини-чемоданчик. Здесь все для выхода. Косметика, челки, туфли и спецодежда. Дорогой костюм известной марки. Возможно, единственный в ее гардеробе. Охотница проникает на любые светские вечеринки. Особенно те, куда их никто не приглашал. Главная сложность – миновать охрану. Узнаешь фамилию какого-то известного человека, который находится в этой тусовке, подходишь к охране, называешь его фамилию и представляешься его родственницей, знакомой, подругой, кем угодно. И обычно это срабатывает. Еще один способ. Представиться сотрудницей заведения, участницей шоу-программы или корреспонденткой модного журнала. Часто сами мужчины помогают охотницам. У входа девушки просят гостей провести их через охрану. Мужчины соглашаются и мотельстит. Однажды оказавшись там и заведя себе друга, девушка потом получает потенциальный шанс поменять этого друга на другого, более состоятельного. Опять же, с ним же попадая на эти светские рауты. Таким образом, иногда девушка меняет до трех, до четырех, скажем, таких вот своих друзей, прежде чем подбирает себе того, который ей нужен, и потом становится либо его любовницей, либо в редких случаях его женой. Каждая следующая жена Бориса Березовского была моложе предыдущей. Первая жена Нина, подруга студенческих лет, почти ровесница. В 1995 году на примере в Большом театре Березовский встретил свою вторую жену. 24-летняя Елена Горбунова была помощником драматурга Шатрова. В 2000 году у Елены появилась соперница, фотомодель Марина. Тогда ей было всего 15 лет. Девушка из провинции удачно попалась на глаза олигарху. Правда, попасться на глаза – это даже не полдела. Гораздо сложнее познакомиться, заговорить и заинтересовать. Все равно видно по поведению, по тому, как они держатся, по тому, как они, неважно, вот она стоит, допустим, у фуршетного стола, но она даже практически не смотрит то, что она там берет. У нее голова все время работает налево-направо. Это все время улыбки. Это все время глаза. Это какие-то жесты такие. Очень любит курилку. Некоторые из них, представьте себе, начинают покуривать сигары, только чтобы оказаться в сигарной комнате, где сидят мужчины. Как правило, женщин там нет. Способ знакомства номер два – обслуживающий персонал. В погоне за богатыми мужчинами девушки устраивают с официанткой в дорогой ресторан или продавцом в магазин мужской одежды. Эти места считаются блатными. Девушки даже приплачивают менеджерам, чтобы их взяли на эту работу. Ненадолго. Самые ленивые охотницы предпочитают не работать в ресторане, а приходить как посетительницы. Заказывают бокал вина или чашечку кофе и сидят часами, ждут, пока к ним подойдет молодой человек, заинтересовавшись им и познакомиться с ними. Я считаю, что этот способ далеко неправильный. Я предпочитаю действовать, чем ожидать. В выгодном замужестве больше всего преуспели стюардессы. По статистике, миловидные стюардессы не задерживаются на работе более двух месяцев. Для меня это сразу видно, что хотят и по какому принципу. Я к этому уже давно привык, я спокойно к этому отношусь. В эти нельзя что-то получать, ничего не отдавать. Общаться же можно по-разному. Можно сказать просто «здравствуй», а можно идти на ужин, переходящий в завтрак. Девушка-витрина – удел среднего бизнеса. Крупная оценивает по другим параметрам. Модели одна за другой пошли получать высшее образование. Вместо глянцевых журналов они читают финансовые. Самый верный, но сложный способ – устроиться к миллионеру на работу. Как только девушка становится необходима бизнесмену в офисе, она автоматически становится необходима и в личной жизни. Чаще всего завязываются знакомства у вот этих вот мужчин-миллионеров с переводчицами, ну вот я уже сказал, с журналистками и с собственными сотрудницами. Причем с теми, кто очень умело помогает им в делах. Михаил Ходорковский встретил жену в собственном банке. Инна работала экспертом в отделе валютных операций. Жена Владимира Гусинского, Елена, консультировала олигарха по вопросам законодательства. Гусинский был занят и консультации назначал на позднее время. Итогом консультации стал законный брак. Провинциальная девушка Марта стала подружкой офицера. Через несколько дней – любовницей высокопоставленного чиновника. Ее карьера достигла пика, когда она стала женой главы государства. Эту девушку знает каждый по школьным учебникам истории. Правда, под другим именем. Екатерина, российская императрица, последняя жена Петра Первого.